Привет, друзья! В этом видео мы будем тестировать вот такой вот макияж. Тестируем новинки от Smashbox, параллельно тестирую еще не выпущенные средства. У меня такой челлендж, в общем-то. Стараюсь прям неделю, каждое утро записывать собирашку, тестировать миллион просто всего, что я накупила за последнее время, что мне прислали, потому как в следующие два месяца я буду стараться ничего вообще не покупать. Также тестирую вот этот вот крем. Начинаю пробовать вот эту палитру, но про нее будет отдельное видео. И продукты от Benefit продолжаю тестить, потому что мне с первого раза непонятно было. Ой, я тут постепенно лечу кожу. Вроде как это все планирует проходить, но так много мастер-классов и так много тусовок вечером, что мне кажется, у меня сейчас выпадут глаза просто от софитов. Если вам нужно быстрее избавиться вот от таких вот следов от воспалений, то есть именно красненьких, а не пигментных, то попробуйте Mizon Trouble Solution Acne. Изначально Марка пишет, что это как бы просто от акне, но в отзывах я начитала, что намного лучше именно вот такие вот уже стадии. Завершение воспалений убирает, и это действительно так. Уже у меня третья, наверное, упаковка. На веки буду наносить Flawless Skin Repair Eye Serum. Это все та же самая сыворотка, которую я уже пару дней использую. Не знаю, почему каждый раз кладу ее в коробочку назад. Короче, крем для век с таким серневато-розоватым сиянием, который, как обещают сразу несколько консультантов и блогеров, которых я почитала и посмотрела в интернетах, что консилеры под глазами не будут скатываться или будут скатываться минимально. И первый тест вчера прошел очень хорошо, поэтому у меня большие надежды. Действительно, даже очень скатывающиеся текстуры почти не скатывались. И, в общем-то, что мне Smashbox прислала на тестирование, и что я покупала сама, что сегодня буду мазать на лицо. Вот это вот праймер Photo Finish. К сожалению, у меня уже был, и я не очень его люблю. На своей коже вообще не сильно вижу в нем смысла. Зато другой предыдущий праймер этой марки. Вот этот вот, который Pore Minimize, мне нравится намного больше. И я его хвалила вам в прошлых видео. Так вот, мою хотелку Priming Water. Мы лучше будем тестировать. И, допустим, вот на этой стороне нанесем... Нужно обязательно взболтать. Достаточно хороший мист, но внизу, да, нижняя часть конуса распыления, она какая-то супер капельная. Поэтому я, наверное, вот так сделаю. Пахнет, честно, чем-то медицинским. Американки, конечно, очень хвалят. И попробуем базу под тени. И какие-нибудь скатывающиеся тени нанесем. 24 часа Photo Finish Shadow Primer. Похоже на праймер Urban Decay. И немного похоже на MAC. И немного вот на этот праймер для лица, который Minimize Pore. Стараюсь не переборщить. Очень тонко нанести. И на второе веко не будем наносить. Большие надежды у меня, потому что именно 24-часовой праймер очень люблю у MAC. Это мой любимый праймер сейчас. Так что пусть это теперь дело сохнет. И пока мы можем наносить тон. Совершенствует защищает и увлажняет. Тогда не содержит масел. Такая вот основа BB. Камера Ready. Цвет подбирала сама. Мой оттенок Light Natural. Это примерно третий или четвертый в линейке. И вот такая вот, в общем-то, хорошенькая баночка с пипеткой. Давайте попробуем наносить всем подряд. Единственное, я оттенок подбирала до того, как чуть-чуть загорела на Тенерифе. Вообще, макияж без макияжа в рельеф отпечатка пальца собирается. Поэтому, если у вас морщинки, то не факт. Что вам понравится и подойдет. В общем, такие продукты обычно наносят кистью кабуки. Что мы попробуем сделать? Основа совсем-совсем невесомая. На капельке праймера чуть-чуть залипает. Хотя, может, и просто чуть-чуть залипает, если не пальцами наносить. Отсюда все-таки у меня вывод, что первая зона, где Тон встретился с кожей, может быть немного неровной. Поэтому я буду прям размазывать сразу о лицо. Ну, какое-то хаотичное у меня нанесение. Но это хорошо помогает узнать, если он где-то залипнет и не сможет переслаиваться. Мы же с вами с утра-то не всегда разумно такие. Собирались и, о-о-о, понеслась куса-куса такие. Прям как машины, как роботы распределяем. Тон нет, обычно чего-нибудь макнем и успокоимся. Пока не залипает, пока маскирует слабо. Пробуем наносить вторым слоем чуть-чуть с помощью битси-блендера. Пока кожа выглядит очень натурально в хорошем и плохом смысле. То есть это не красивая кожа, это не накрашенная кожа. Это буквально, ну, довольно-таки не накрашенная кожа, но какого-то красивого такого подсвеченного сияния, чего-нибудь такого, скрытия пор, морщинок. Нифига нет, а хочется. Я почему и люблю некоторые такие фотошопные больше продукты по эффекту или глоу-продукты, в общем-то, о чем было много соседних видео. Мне нравится, когда именно не проблема ваша замаскирована, а скорее больше улучшен сам внешний вид кожи. И, наверное, нанесем консилер какой-нибудь другой. У меня консилеров не очень много, новеньких. С вашего позволения продолжу невыпущенный еще консилер тестить. Такой вот у меня в страшной баночке. У меня дерет глаза. Может быть от спрея, но что-то мне дискомфортно. Раньше не было такого. Ну, консилер может создавать неровности в этом тоне слегонца. Вот если вы хотите, чтобы прямо ваша кожа была вот точно по текстуре, как ненакрашенная, прям вообще никакой новой текстуры не добавилось, то вот этот вот Биби, я думаю, что ваш. Прям покрытие есть, но она как вот в креме. Когда другого продукта не было, было совсем зверски натурально. Сейчас уже, ну так. Давайте сильно-сильно присмотримся к тону. Кожа очень настоящая. Крайне настоящая. У меня покрытие больше, чем у Бобби Браун с похожим эффектом. Есть момент с битвендером подчеркнутые волоски. С кистью, когда был тонкий, слой не было. Может из-за того, что просто слой был тонкий. Тут как бы, ну я не угадаю из-за инструмента или из-за слоя. В общем, окружающие вполне могут подумать, если вы используете несколько капель только, что у вас лицо не накрашенное. Давайте, наконец-то, начнем тестирование вот этих двух палитр. Тарталет классическая, она матовая. Сегодня хочется сияния. Поэтому я возьму In Bloom. То есть вот эту версию безумнейши красивую. Безумнейши красивую и здесь тоже. Моя из American Cosmetics. И я смешаю несколько оттенков, чтобы просто все потестить. Пока жду, тестирую опять праймер смешной. Для роста бровей от Benefit. Ну вдруг будет расти. Ну кто его знает. А вы знаете, что я подумала? Я подумала, нет. У нас самый интересный гвоздь программы – это помады. Помады стойкие и матовые. Вот такие вот. Smashbox. Опять же, Always On Liquid Lipstick. Я уже пробовала вот эту наносить. Ничего не Always, но она достаточно неплохая, комфортная. Misconduct называется оттенок Marsala и оттенок серый называется Chilzaun. Давайте нанесем именно его. Вот такой вот аппликатор в виде сердца. Мы убираем с помощью салфетки все, что было на наших губах. Надо что-то шелушиться. И начнем наносить. Конечно, подружка моя, с которой я собралась гулять сейчас в парке, и люди в парке немного офигеют. Подружка беременная просто. Я не знаю, как ин, а я не дышу. Он такой серо-фиолетовый, что круто для славянских оттенков кожи. И обязательно надо немного проверять по контуру, чтобы ваша розовинка не просвечивалась. Иначе грязь будет. Потому что многие говорят, я не могу нанести эти серые помады. Sorry, но наносить ее надо не узко. Кончик аппликатора мне лично неудобный. Он не дает хорошей ровной линии. Это приходится механически дорисовывать. Но удобно, что здесь очень много продукта. Видите, погружать снова не нужно. Весло двустороннее. Это гениально. Видите, где розовый просвечивает. Вот такая вот грязь прям трешовая. Хотя, казалось, вот цвет помады такой самый грязный, но нет. Ну, это очень носибельный серый черничный. То есть, конечно, мой нюд с сенсейшн был носибельный. Серого цвета нюд. Этот чуть менее носибельный. Потому что это, грубо говоря, лиловый с таким черничным серый. Все-таки натуральный фигмент слизистый губ человека смотрится очень грязно. То есть лучше, мне кажется, молчать с такой помадой. Пожалуйста, наносите ее толсто, иначе у вас будет адская дрянь. Просто будет эффект синяка. И не блогера синяка, а просто фингала. Я бы так не носила. Мне нужно чуть-чуть контур. Я уже не помню, в каком году я делала вот этот трюк. Если вам нужно, чтобы ваша помада стойкая матовая смотрелась, лучше обведите консилера. Ну, то есть, сто лет ни на себе, ни на моделях. Просто не поправляю уже их. Консилерами она размазывается. Совсем не always on. Ну, то есть, я уже могу сказать, что назад я приду без нее. Но из-за цвета можно потерпеть. Если кому-то такой цвет, как и мне, просто уперся. Пробую второй слой для насыщенности. Потому что здесь вот у меня бледненько получилось. Она реально сложная паста. Видите, микро неровности в линии. Ну, такое. Надеюсь, она будет абсолютно комфортная. Потому что покрытие неоднородное. Покрытие не очень стойкое. Вот серый и винный. И, казалось бы, мои тоже были серый плюс винный. Но это совсем не так. Кстати, мои сейчас по просьбам трудящихся снова продаются на sensationcosmetics.com по отдельности. То есть, мой цвет намного бежевее и намного светлее. Ну, а ягодный намного ягодней. Я знаю, что вы спросите. Сравнение просто скажете сейчас, что одно и то же. На самом деле, абсолютно не одно и то же. И что хочу сказать. Диор серая помада тоже абсолютно не такая. Это самая серая, самая темная и самая лиловая. Диор будет в сравнении, если намазать рядом. У меня ее сейчас, к сожалению, нет. Диор будет синя-зеленая. На фоне нее. Прямо бело-синя-зеленая. По сравнению с этой. То есть, этот цвет лиловый с добавлением цемента. Вот здесь вот у нас ягодный. И здесь у нас марсала. Ну что, посмотрим на зону под глазами. По-моему, действительно, намного меньше скатываются продукты. Хотя сейчас их много. Но сказать, что не скатываются совсем. Ну, это неправомерно. Все-таки скатываются. Просто лучше все. И немножко зафиксирую зону под глазами. Вот такой мейк нам обязательно нужен бронзер и скульптор. Давайте за кадром нанесу свой стандартный бронзер от Nude by Nature. И свой стандартный скульптор от Sarmé. По идее, нам потом глаза нужно делать холодными. Многие скажут. Но вы тогда стопудов будете трупом. То есть, вам нужно выбрать стилизацию. И я думаю, что здесь гранж, какой-то глэм-рок будет лучше стилизацией, чем трупешник на Хэллоуин. Поэтому не делайте все холодное. У вас сейчас будет просто прощай молодость, здравствуй, пенсия. Я умерла, помогите мне. Это прям такой будет экстрим. Вот брови, поскольку они у меня сейчас желтое, зеленое, оранжевое, я подкрашу серым карандашом Миша. Пробую опять подружиться с Gimmy Brow. Смотрю на макияж. В общем-то, мне нравится, как с бровями получилось. Может, нам не нужно ничего красить на глаза? Сейчас что-нибудь минимальное сделаем. Прям два мазка и на этом успокоимся. На внутренний уголок нанесу Fangirl оттенок. Такой самый шиммерный. Кстати, он супер шиммерный. Очень прикольно. Я думаю, что он как раз только для внутреннего уголка. Как у MAC есть нейлон или нейлон по-русски, который прям вот ни для чего другого не применим, кроме макияжей новогодних и халыновских. И внутреннего уголка, потому что сияет как из космоса. И оттеночек Smarty Pants. Немножечко на складку века. Просто, чтобы потом узнать по стойкости, есть ли какие-то отличия с вазой и нет. И по нанесению. На базу не ложится липко, неровно. Ровнее и прозрачнее получилось, я бы даже сказала. Застыли у меня свочи. Sensation, как видите, посветлее оба оттенка. И вот Marsala даже на свочи. Очень видно, что он очень неоднородный. Даже и темно-серый достаточно неоднородный. Но на свочи получилось неплохо. А у Marsala вообще сложная. Но красивая, зараза, очень. И давайте какой-то вот такой на внутреннюю часть. Тонко-вуальнос. И еще раз вот эти вот два. И даже может быть шиммер. Такой, чтобы получился персиковатый, светловатый эффект. Тепловатый. Ну, как-то так. Я думаю, просто с мокрым веком, кстати, было бы хорошо. Ну и все, я думаю, что можно убегать из дома. Ну, давайте еще из невыпущенного такой розовый хайлайтер, очень холодный, нанесем. И румяна из прошлого видео. Которые персиковые с золотом от Benefit. Опять же, от эффекта трубачка. Ну что ж, поздний вечер. Давайте смотреть ближе и мои итоговые мысли. Вот так вот выглядит кожа. Ну, ничего так, но не идеально. Хотя очень много часов. Я что поняла? Во-первых, хорошо выглядело только часов 6. Прям реально красиво. После этого началась где-то сепарация. Это уже очередная основа марки Smashbox, которая у меня разделяется на фазы. Но вот до 6 часов все было просто идеально. Кожа очень хорошо себя чувствовала, тем более состав хороший. Так что, в общем-то, с одной стороны приятно. Буду пробовать чуть-чуть праймера на зону носа нанести. И думаю, что в таком случае прекрасно прохожу 8-9 часов. Еще можно припудрить. В общем, пудра нам точно поможет. И даже, может быть, и до 10 часов носки тоже получится. Но вот отдельно они на мне, к сожалению, не носятся. И в какой-то момент реально происходит скатывание. Второе, что я поняла. Красиво, натурально, хороший состав. Поэтому в работе с удовольствием буду использовать. На себе, ну, буду пробовать еще миксовать с другими продуктами. Насчет праймера по какой-то причине на мне все равно. Я не видела разницы. Я подходила все время к зеркалу. Я все время смотрела, что происходит. И нет, так и не нашла отличия на одной и другой стороне. Ну, буду пробовать еще, конечно. Сегодня, тем более, очень сильно я заматывалась. Стало, что очень холодно. Насчет теней. Все-таки вот эта сторона мне нравится больше. Как выглядит она более гладкая. И она более целая. И вот здесь вот в складке века уже немножечко... И вот здесь вот тоже продукты мои ушли. С утра чесались глаза, поэтому внутренний уголок я честно просто почесала в течение дня. Вот, то есть праймеры для век. Смысл есть. Не знаю, как 24 часа, но все-таки рельеф теней есть. Может быть, не 100% в прежнем объеме, но есть. И выглядит лучше, на мой взгляд, чем без. И помады. Изначально я думала, что они будут очень стойкие, некомфортные. Оказалось, что они очень комфортные, не столь стойкие. Но, конечно же, супер редкие цвета. Повторюсь, все равно того заслуживаю. Там есть, ну, 5-6 оттенков абсолютно уникальных. Насчет тона. Все-таки меня подкупает очень хороший состав, поэтому буду еще пользоваться. Не всегда в таких продуктах нет талька, нет масла. Это в данном случае очень хорошо. Водная основа. Далее, силиконы, пигменты и экстракты. Ну, то есть, насколько у тона может быть приличный состав, он может быть. И, к тому же, то, что он сделан в Бельгии. В Бельгии делаются самые лучшие тона, на мой взгляд. Estee Lauder, Tom Ford. Не Китай, даже не Италия, которая делает основную массу. Так что, зачет. Насчет праймера спрея. Друзья, я ни разу не встретила еще в своей жизни праймер спрей, который я бы знала, что работает. И вот про этот пока так не могу сказать. Еще буду тестировать. Если у вас были какие-то положительные результаты с этим продуктом или другими праймерами, спреями, обязательно пишите в комментариях. Все. Пока-пока.